А вы знаете, что наш с вами мозг это, по сути, жир? И от того, что мы с вами по сути едим, зависит не только наша память, но и скорость принятия решений и даже ясность ума. Так вот, что же нужно делать и что нужно есть для того, чтобы нормально соображать, поддерживать ясность ума, чувствовать себя нормально, чтобы не было вот этого тумана в голове, и здесь помню, а здесь не помню, мы как раз-таки поговорим в нашем сегодняшнем видео. Вы наверняка слышали, что для нормальной работы головного мозга, для нормального нашего состояния, для того, чтобы не болела голова бесконечно, вы должны пить какие-то чудо-таблетки, чудо-средства. По сути, если сказать проще, все гораздо проще. Для нормального функционирования нашего мозга нужно достаточное количество жира, потому что жир, по сути, это мозг, достаточное количество воды, потому что мозг состоит в том числе из воды, достаточное количество сна, Понятно для чего И нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта А конкретно кишечника Вы сейчас, конечно же, удивлены Но я рекомендую вам дослушать это видео до конца И вы точно поймете, что я права Мозг, по сути, это самый жирный орган И логично для функционирования жирного органа По сути, нужны жиры А жиры мы с вами получаем из рациона Если мы берем с вами за 100% все жиры Которые вы должны употреблять на ежедневной основе То примерно 30-40% этих жиров должны быть животные жиры То есть жиры, которые мы получаем из мяса, рыбы, молочно-кислой продукции, яиц и так далее И примерно 60-70% это должны быть растительные жиры Различные масла, авокадо и так далее Это для правильной и нормальной работы нашего с вами головного мозга Какие продукты самые важные для нормального функционирования нашего головного мозга? Это, конечно же, жирная морская рыба Например, лосось, богатый источник омега-3 жирных кислот Это обычные куриные яйца Яйцо содержит желток А желток это очень классный, очень богатый источник лицетина в нашем рационе Лицетин это фосфолипид, который необходим для всех оболочек нашего с вами организма В том числе для головного мозга Кроме животных жиров мы, конечно же, не забываем с вами и про растительные жиры Самый такой яркий представитель растительных полезных жиров это авокадо Половинка авокадо в день и ваш мозг будет функционировать в полном объеме Также для нашего головного мозга будут очень полезны растительные жиры, любые масла Самое главное, чтобы эти масла были не рафинированы Выбирайте любое, какое вам нравится Пожалуйста, тыквенное, кунжутное, оливковое Самое главное, чтобы оно было не рафинированное И еще классный источник растительного жира для нашего головного мозга Это различные семена и орехи Ну, имеется в виду, конечно же, тоже не рафинированные, не очищенные, не жаренные, а именно сырые Без различных добавок И интересный факт Самый полезный орех для правильной работы головного мозга, для улучшения памяти Это грецкий орех Опять же, в сыром виде очень богат альфа-линолевой кислотой Что тоже важно для нашего головного мозга Как я уже вам сказала ранее, для здоровья нашего мозга должен быть здоров наш желудочно-кишечный тракт Не зря говорят о том, что кишечник – это второй мозг, это абсолютная правда И если кишечник не здоров, наш мозг точно так же не будет здоров Почему так происходит? Вы знаете, это такой сложный физиологический процесс Но я вам сейчас постараюсь рассказать очень простым языком Это действительно интересно и важно От здоровья кишечника зависит здоровье головного мозга И пациенты, которые приходят с такими жалобами, как спутанное сознание, туман в голове Не успела проснуться, уже устала, нет сил, нет памяти Постоянные головные боли, которые купируются приемом каких-то обезболивающих таблеток Либо вообще таблеток противомигренозных Вот эти все симптомы, они связаны зачастую на 99% со здоровьем кишечника Если у вас когда-то было такое, что просто на ровном месте, абсолютно беспочвенно начинала болеть голова Обязательно ставьте лайк к этому видео Это происходит потому, что наш головной мозг имеет свою нервную систему, центральную нервную систему А кишечник имеет свою собственную автономную нервную систему И они действительно существуют Именно поэтому в нашем организме функционируют две нервные системы Если вернуться в историю и в развитие человечества То автономная нервная система кишечника возникла раньше, чем центральная нервная система Так вот, между мозгом и кишечником идет постоянное взаимодействие И очень интересный факт, вы только задумаетесь, от нашего мозга в наш кишечник идет всего лишь 10% информации, то есть, например, нервничаю, переживаю, свидание с любимым человеком, экзамен, в общем, о чем-то мы переживаем, что происходит? Происходит всем известная медвежья болезнь, да, то есть, когда мы чего-то нервничаем, наш кишечник может реагировать вот таким образом, это только 10%, 10% от головного мозга идет информации в кишечник. И сейчас, внимание, 90% информации от кишечника идет в головной мозг, то есть, если в кишечнике бардак, если там много патогенной флоры, много плохих бактерий, если там запор, что очень часто бывает, или там, наоборот, диарея, или там какое-то вздутие, или что-то там происходит, какое-то нездоровье со стороны кишечника, 90% этой информации по вагусу передается в наш с вами головной мозг. Если в том мозге бардак, и что-то не в порядке, и там нет здоровья, то и в этом мозге, соответственно, здоровья не будет. Поэтому для нормального функционирования головного мозга нужно поддерживать хорошее состояние желудочно-кишечного тракта, и в частности, кишечника. Это безумно важная и безумно интересная информация, неочевидная, о которой традиционная медицина не задумывается, и очень многие врачи никак не связывают здоровье желудочно-кишечного тракта и нашего головного мозга, нездоровье нашего кишечника и головные боли. Об этом я очень подробно рассказываю в своем бесплатном интенсиве, действительно информация на вес золота. Обязательно регистрируйтесь по ссылке в описании к этому видео, вы не пожалеете, там будет очень много такой вот неочевидной, очень интересной и практикоприменимой для вас информации. Все мы с вами точно знаем, что каждому человеку нужно пить много воды, но не все задумываются о том, что для нормального функционирования головного мозга, для профилактики головных болей, для лечения, кстати, мигренозных состояний, мигреней, нужно пить не большое количество воды, а адекватное вашему организму количество воды. Это считается очень легко, существует формула нормы воды, она рассчитывается по формуле идеальной массы тела, которая называется формула Дивайн, высчитывается идеальная масса тела по этой формуле, умножается на 30 мл и высчитывается, сколько именно вам необходимо пить воды. Для кого-то это 1,5 литра, для кого-то 1,8 литра, а для кого-то 2,8 или 3,5 литра. Так вот, адекватное количество воды необходимо не только для нормальной работы лимфатической системы, для профилактики целлюлита, для нормальной работы выделительной системы, но и для нормальной работы мозга, потому что если нет достаточно количества воды, происходит обезвоживание в организме, и вы действительно начинаете плохо соображать. Поэтому это очень классный и полезный совет, когда вам хочется есть, пойдите попейте воды. Это не только профилактика переедания, но еще и хорошее увлажнение нашего головного мозга, который состоит на большую часть из воды, как и весь, в принципе, наш организм. Банально, просто, но очень действенно. Дорогие друзья, я сейчас, наверное, скажу очень банальную вещь, еще более банальную, чем достаточное количество воды. Вы должны достаточно спать. Человек не может быть здоровым, если он не спит. Что значит не спит? Мы должны ложиться с вами вовремя и просыпаться вовремя для того, чтобы жить по хронобиологическим ритмам и восполнять все то, что должно быть восполнено, пока мы спим. Это не работает с тем, что ночью мы не получаем достаточное количество часов во сне и досыпаем потом днем. Это не работает. Мы должны ложиться с вами до 11 часов вечера, и мы должны просыпаться с вами до 7 утра с восходом солнца, опять же, по хронобиологическим ритмам. Вспомните себя, например, вы влюбились, или готовите какой-то важный отчет, или к сессии готовитесь, вы не досыпаете, вы ложитесь поздно, просыпаетесь поздно, не по хронобиологическим ритмам, как я вам сказала, что с вами будет на следующий день? Мало того, что у вас будет сниженная концентрация, вы будете плохо соображать, у вас будет спутанность сознания, никакой ясности ума, у вас будет потеря памяти в разных местах, повышенный аппетит, плохое состояние и все соответствующие недосыпу симптомы. Мало того, что вы остаетесь без важнейших гормонов счастья, радости, без дофамина, без серотонина, кроме этого вы остаетесь без мелатонина, мелатонин это самый важный гормон сна, который регулирует работу головного мозга, и вы остаетесь без остальных важнейших элементов нашего здоровья, которые синтезируются в организме только тогда, когда вы спите в фазе глубокого сна ночью, еще и при закрытых шторах без какого-либо источника света. Кстати, это очень важный лайфхак, если вы хотите нормально высыпаться, если вы хотите здоровую, нормальную работу вашей головы, вы должны спать в абсолютно темном помещении, без какого-либо даже самого маленького источника света. Потому что даже когда мы спим, даже когда у нас закрыты глаза, маленькие источники света, они попадают на сетчатку нашего глаза и разрушают гормон сна мелатонин. Поэтому спать нужно либо со шторами blackout, либо, если у вас таких штор нет, хотя бы элементарная маска для сна. Это очень важно. Дорогие друзья, мы с вами сегодня обсудили такие интересные моменты, неочевидные, да, скажем так, продукты для нормальной работы головного мозга. Но существует еще очень много различных упражнений и различных средств, которые прокачивают наш мозг, потому что мозг, как и тело, нуждается в тренировках. Я для вас собрала как раз-таки такие упражнения для работы, для тренировки головного мозга в своем телеграм-канале. Переходите по ссылке в описании к этому видео, подписывайтесь и тренируйте не только свое тело, но и свой мозг.